Бостон, Лондон и вот теперь Киев. В столице Украины прошел третий международный саммит о дезинформации. Мисс Инфокон. Организаторы мероприятия, журналистская организация, хак-хакерс и совет международных научных исследований и обменов. Участники этой конференции обсуждали проблему искаженных новостей, в частности в Восточной Европе, и пытались найти решение. По словам организаторов, дезинформация мешает людям понимать окружающий мир и угрожает демократическим процессам во всех странах. Есть несколько важных аспектов. Первый – это журналисты, которые производят качественный контент. Второй – граждане, которые должны быть вооружены навыками правильной интерпретации этого контента. И, конечно же, люди должны иметь свободу выражения. Таким образом, эта конференция объединила людей из разных сфер, и они обсуждали эти проблемы. Вопрос о дезинформации или фейковых новостях, как это называют некоторые люди, это то, что распространено во всем мире. Я думаю, что ваша страна, Украина, к сожалению, может быть подвержена риску из-за того, что выбор уже в следующем году. Я настоятельно рекомендую создать независимое пользовательское сообщество, которое будет активно участвовать в обсуждении новостей. Это очень важно. Не только потому, что это создаст некое напряжение для человека, который увидит эту новость на Фейсбуке, и он подумает, что, возможно, стоит дважды проверить, потому что эта новость помечена пользователями. Но это также создаст общую атмосферу. Все будут активно участвовать в защите демократического процесса. Это не будет некая проверка фактов людьми, сидящими в Индии, которых нанял Фейсбук, которые проверяют по тысячу страниц в день и решают, что вы можете читать и писать, а что нет. Это совершенно неправильно. Это будет сообщество страны, которое ее защитит. Все украинцы будут защищать украинскую демократию, участвуя в выборах и определяя, с чем они не согласны.